Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Начнем выпуск события, которое состоялось вчера, но имеет все шансы стать одним из главных событий наступившего года. Губернатор Краснодарского края поставил точку в том хаосе, который до последнего времени царил в строительной сфере. Подробности в сюжете наших коллег из телерадиокомпании «Кубань-24». Проблем в градостроительной деятельности Кубани накопилось немало. Совещания планировали еще осенью, но сходу проработать все вопросы не удалось. Сейчас определились с основными направлениями, в которых должен развиваться регион. В первую очередь это уход от точечной застройки, ограничение высоты зданий в исторических центрах, увеличение зеленых зон. Еще одна принципиальная задача – заставить строителей многоэтажек обеспечить социальную инфраструктуру. Необходимо рассмотреть вопрос, чтобы дома заселялись после того, как заны в ситуацию социальный объект. То есть по-другому сегодняшняя жизнь показывает, у нас быть не может. Потому что сегодня у нас дома есть, люди в них уже живут, а потом на 36 тысяч жильцов приходится два детских сада и одна школа. За 10 лет Краснодарский край вышел в лидеры по объемам жилищного строительства. Впереди только столица и Московская область. Но с ростом квадратных метров увеличилось число самостроев. Необходим единый механизм учета всех незаконных строек, где бы детально фиксировались действия ответственных лиц на каждом этапе. Ну неужели это какая-то армия коллег из администрации районной, городской или иной, то есть не может поконтролировать по большому счету процесс самостроя, точнее его начало. Иск хотя бы тут подайте на стадии первого этажа. Но я никогда не поверю, что проезжая на работу, хоть один чиновник из той или иной администрации не увидит или нежелание с ней видеть. Или бессилие. Тогда я четко вам говорил, если явно кто-то мешает, назовите кто. По крайней мере с сегодняшнего дня мы берем четкую отсечку от того, что по самострою. Если сегодня они начнут расти, то персональная ответственность у вас, коллеги, глав муниципальных образований. Но на руку самострою играют лазейки в законах. Многие пользуются дырой в градостроительном кодексе. Дело в том, что возводить здание до трех этажей можно без согласования. Вот и начинают строить частные дома, а в итоге вырастают многоэтажки. Кубанские парламентарии хотят на уровне федерации предложить поправки и прикрыть лазейку для самостроя. Мы несем ответственность за то, что может произойти через год, через 10 лет. Есть люди, которые принимали решения. Есть люди, которые давали разрешения. И если это не соответствует действующему законодательству, значит нужно привлекать к ответу того, кто дал разрешение. Нормативная база для этого есть. Вениамин Кондратьев требует бескомпромиссно бороться за сохранение зеленых зон, в том числе парков и скверов. Статус особо охраняемых территорий должны определить до конца года. В этих зонах никто не сможет вырубить ни одного дерева. Это касается в том числе и жилых микрорайонов. Там по нормативам на каждого человека должно приходиться не меньше 6 квадратных метров зелени. Не продлевать действующие договора аренды земельных участков, расположенных в зеленых зонах. А там, где не начато строительство или размещены нестационарные объекты, принять меры к их расторжению. Например, в Краснодаре уже утвердили 76 зеленых зон. После всех оформлений строить там будет запрещено. Жесткий контроль губернатор требует и над высотностью зданий в исторических центрах. Кубанские города, признаются архитекторы, одни из немногих, где еще видно небо. Необходимо внедрить квартальный принцип реконструкции, позволяющий отодвинуть здания повышенной этажности вглубь участка, выйти к линии застройки объектами не выше 4-6 этажей. Но легче сказать, чем сделать. Там, где можно строить не выше 6 этажей, спокойно вырастают 20 этажки. Генеральные планы, правила землепользования на местах часто подстраивают друг под друга. Непостоянство в нормативах позволяет обходить все эти правила. И здесь Вениамин Кондратьев просит работать в жесткой сцепке суды и прокуратуру. Только в генеральном плане Краснодара с момента его утверждения в 2012 году уже пять раз уносились изменения. Вот все лежит на поверхности. Конституция подмочена, не очень качественная. А в ряде случаев эту конституцию специально делают так, чтобы потом можно было подобрать иное решение. На Кубани каждое третье разрешение на строительство выдается с нарушениями. А спаривать подобные решения готовы в судах. Но для этого нужно, чтобы местные власти активнее туда обращались, заявил председатель краевого суда Александр Чернов. Озвученные сегодня предложения отразятся, по сути, во всех градостроительных документах. Обновляться будут генеральные планы городов и районов края. Но так, замечает губернатор, чтобы один раз и надолго. Поэтому проработка доскональная. Например, про парковки. Стояночные места, которые по нормативам обязаны проектироваться при строительстве, жители многоквартирных домов должны получать бесплатно, а не покупать. Край всегда поддерживал застройщиков. И сегодня край тоже будет застройщиков поддерживать. Но только тех, кто будет соблюдать правила цивилизованной застройки, гармоничной застройки наших городов, станиц и хуторов. Эта стройка должна быть не только ради квадратных метров. Я вас умительно прошу, настаиваю и требую, ни стороны власти, ни стороны строительного бизнеса нарушать сегодняшние правила, которые мы примем, никто не сможет. Не сможет, еще раз подчеркиваю, ни за какие деньги. На то, чтобы подготовить изменения, уйдет не меньше трех месяцев. Но привыкать к новым правилам игры придется с сегодняшнего дня. За примерами о нерадивых застройщиках далеко ходить не надо. Есть они и в Анапе. История, о которой мы сейчас расскажем, уже больше пяти лет. Михаил, один из обманутых дольщиков, уже три года живет на съемной квартире. Сегодня он, как и многие другие, пришел узнать, почему он до сих пор не может въехать в свое законное оплаченное жилье, на которое у него есть право собственности. Вот, полюбуйтесь, моя квартира. Я должен здесь жить еще с сентября 2013 года. И ничего, какие-то дыры. Вот я не строитель, и то я понимаю, что вот это вот не должно быть. Здесь что-то неправильно нарушено. Вот этой дыры не должно же здесь быть. Вот это ригель. Я не строитель и то понимаю, что вот это нарушение здесь нельзя было заливать бетоном, потому что здесь должна проходить канализационная труба. Эти два дома в субсехе местные жители называют не иначе, как фантомами. Прилегающая территория напоминает строительную площадку. Обманутые дольщики, которые должны были въехать в новые квартиры еще в 2013 году, не могут скрыть эмоций. То есть вы фактически уже сколько, два, три года? Я два года, некоторые уже пять лет. Я три года. И я три года. И я три года. Вот, понимаете? То есть меньше трех лет здесь ни одного нету дольщика. Застройщик продолжает активно рекламировать свою деятельность, строит новые дома и постоянно переносит сроки сдачи. Не произведите, пожалуйста, сумку. А почему вы боитесь? Я не боюсь, я просто не люблю. Нам комментарий не дарите. Другая вкладчица Елена со всей семьей ютятся у родственников. В тесноте да не в обиде они живут уже четвертый год. В однокомнатной квартире их пять человек. В Анапу жильцы перебрались из другого региона, продав там квартиру. Однако, по словам женщины, у многих ситуация гораздо хуже. Жильцы приобрели жилье вот именно в нашем доме, но так как так и не дождались получения своего долгожданного жилья, ушли из жизни. В отчаянии люди обратились в администрацию города-курорта Анапа, поскольку эти дома были признаны самостроем и по закону должны были быть снесены. Жильцы написали коллективное письмо, в котором просили сохранить их и без того проблемное жилище. Еще когда эти дома без разрешения на застройку стояли, и было принято решение на снос, было собрание у нас здесь, и была избрана инициативная группа, пошли обратились в администрацию. Нас очень хорошо приняли. В судебном порядке данные два дома введены в гражданский оборот. То есть признано право собственности за лицами, которые приобретали квартиры уже скашкольного. В судебном порядке обязанность по подведению коммуникаций целиком и полностью лежит на застройщике, которому необходимо получить технические условия, значит служба города, выполнить эти технические условия и выполнить обязательства в итоге перед людьми, которые финансировали все это строительство, то есть перед жильцами. В случае, если застройщик отказывается в добровольном порядке исполнять свои обязательства, взятые на себя первоначально по договору, единственный способ реализации этого права – это обращение в суд. Эксперты отмечают, бум строительства в Краснодарском крае повлек за собой рост числа афер, связанных с недвижимостью. Еще недавно регулировать на законодательном уровне договорно-правовые отношения муниципалитетам было чрезвычайно трудно. Однако администрация края уже готовит и частично приняла ряд законопроектов, призванных снизить возможность обмана в сделках, связанных с долевым участием в строительстве. Глава Анапы Сергей Сергеев предупредил подрядчика по строительству канализационного коллектора на Пионерском проспекте. Он остановит работу, если не будут приняты меры к немедленному исправлению всех нарушений правил благоустройства города-курорта. 36 разрытий, грязное месиво на асфальте от техники. И разбитое дорожное полотно. Строительство канализационного коллектора оставляет в безобразном виде главную курортную зону Анапы. Важный федеральный проект или благоустроенный Пионерский проспект. Глава Анапы Сергей Сергеев на совещании предупреждает заказчика и подрядчика. Никаких «или» не будет. Только полное и безоговорочное восстановление Пионерского проспекта. Вы посмотрите, что вы творите вместе с подрядчиком. Посмотрите, есть правила. Вы в курсе, вы их изучали, вы запросили у нас эти правила благоустройства. Это закон наш. Закон муниципального образования города Курорт-Анапа. Вы его нарушаете ежедневно. Подрядчик просит не штрафовать, а дать завершить строительство. Прогладки сетей мы закончим в течение месяца. То есть полностью уйдем. Благоустройство когда сделаете? То, что касается благоустройства, оно будет сделано в конце года. Число его зовите? 30 марта. Помощь по проекту городские власти оказывали с первых дней. Если в ответ такое отношение, то просьбы не принимаются. Муниципальному контролю поручение усилить претензионную работу. К жесточайшей ответственности. Все в законных рамках. В законных рамках и ежедневно. Начиная с ограждения, техника сегодня должна быть поставлена. Если она выехала на твердое покрытие из грязи, то должен быть журнал, где должно быть отмечено ответственным ИТРовцам, что проведена обработка, чтобы потом его можно было привлечь к ответственности за то, что техника выехала грязно и вынесла туда килограмм или два грязи на Пионерский проспект. И за каждую яму сегодня. Запросить график выполнения работ по ремонту дороги и благоустройству. Вместе с Ростехнадзором заактировать все нарушения. А с подрядчиком заключить дополнительное соглашение, чтобы получить от него стопроцентную гарантию на восстановление Пионерского проспекта. Ситуацию в развитии будут контролировать ежедневно. Фермеры займут места за партами. Аграрии в конце января могут бесплатно пройти курс обучения. Специалисты учебного центра Станицы Брюховецкой поделятся опытом возделывания овощных культур. Желающие пройти курс обучения могут обращаться в управление сельского хозяйства по телефону 320-74 или 307-74. И к другим новостям приближается один из самых почитаемых православными христианами праздников Крещения Господня. В этот день в церквях принято светить воду, а в ночь с 18 на 19 января по традиции верующие купаются в освященных водоемах. Ежегодно в Анапе ночью на мероприятие, посвященное празднику, собирается до 5000 человек. Администрация города-курорта заранее сделала все необходимое, чтобы все прошло без происшествий, в том числе и купание в море. Будут выполнены мероприятия по охране правопорядка. Это силы и средства полиции, которые будут обеспечивать правопорядок. Силы ДПС, которые будут обеспечивать безопасность на дорогах. Что же касается мест, где производятся эти купания. Это пляж Малая Бухта, это центральный пляж городской и центральный пляж станицы Благовещенск. Вот на всех этих площадках, на которых я сказал, в полном объеме будут также обеспечиваться мероприятия по безопасности на водных объектах. А именно, там будут дежурить экипажи спасателей в экипировке со всеми средствами спасения, в том числе и сплавсредствами. Кроме того, на всех этих площадках будут дежурить кареты скорой помощи для обеспечения безопасности и сохранения здоровья тех людей, которые принимают в них участие. Будет полезным и крещенские купания, и для здоровья физического. По крайней мере, медики уверены, что для закаленных людей никакая простуда не страшна. А сейчас свое здоровье необходимо беречь как никогда. И у многих людей возникает закономерный вопрос, что же нужно делать, чтобы избежать болезни вообще, и как поступить, когда все-таки ты заболел. На эти вопросы в нашей съемочной группе ответила инфекционист Анавской городской поликлиники Ольга Крывуля. Нужно в течение нескольких, как минимум, лет жизни проводить закаливание, вести здоровый образ жизни, обязательно физическую активность увеличивать. Ну, самое главное – это полноценное питание, это витамины, опять-таки же соблюдение правил личной гигиены, то, о чем я уже говорила, мыть руки с мылом, не общаться с больными людьми. Обязательно прививаться один раз в год. Обязательно. Желательно, конечно, чтобы это был осенний период времени, то есть, чтобы у человека успел выработаться иммунитет. Уже проведена статистика, что привитые люди, они могут заболеть, но они не болеют в тяжелой форме и не бывают летальных исходов у привитых людей. Если вы заболели, если высокая температура, желательно, конечно, или вызывать врача на дом, или же позвонить в поликлинику и узнать, что, как ему действовать. И, самое главное, при неотложных состояниях, таких как учащенное дыхание, рвота, спутанность сознания, высокая температура, обязательно вызывать неотложную скорую помощь. Мы продолжаем рассказывать о победителях конкурса «Профессионализм. Достоинство. Честь». Сегодня наш рассказ о тех, кто находится на страже нашего здоровья о медиках. Многие в прошлом году не верили, что этой хрупкой женщине по силам что-то изменить в устоявшейся годами деятельности городской поликлиники. Но ведь она и была назначена в марте прошлого года заместителем главного врача по поликлиническому разделу работы городской больницы, так как доказала умение воплощать в жизнь свои планы. За период руководства амбулатории в станице Анапской был устранен кадровый дефицит, расширился спектр медицинских услуг, открыт дневной стационар. Всего 9 месяцев руководства городской поликлиникой, и вот ошеломительный результат. Отремонтированы кабинеты амбулаторного приема и регистратуры, хирургическое отделение. Оснащены современным оборудованием хирургические и травматологические кабинеты. Для решения проблемы дефицита врачей-специалистов проводится работа по привлечению кадров. Штат поликлиники пополнился 11 специалистами. Продолжительное время не было ни одного. Сейчас 2 онколога, 4 терапевта, невролог, гастроэнтеролог, 2 эндокринолога. Приступил к работе врач редкой профессии – нефролог. С начала этого года в поликлинике будут принимать 6 окулистов и 4 травматолога. В номинации «Новое поколение» награждена заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Елена Александровна Паркина. Редактор субтитров А.Семкин В субботу 16 января в Анапе ясно. Температура воздуха днем плюс 8-10, ночью до 9 градусов тепла. Ветер южный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 6 градусов. Воскресенье 17 января в Анапе малооблачно. Температура воздуха днем плюс 10-11, ночью до 10 градусов тепла. Ветер южный 9 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 6 градусов. Генеральный партнер программы новости производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Генеральный партнер программы новости производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир. Благоустроенная дворовая территория. Уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2. Телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова